МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гололедится, разъедает обувь и машины. Эксперты уверены, коммунальщики работают с материалом неправильно. Аферисты в сети. В новости ТВК обратилась жертва красноярских интернет-мошенников. Советы юриста, как не потерять свои деньги. На острове Татышев открыли самый большой каток в городе. Его площадь 17 тысяч квадратных метров. И мы начинаем выпуск со срочной новостью. Только что закончился матч Енисея с Динамо. И хочется поздравить наших игроков. Мы одержали победу со счетом 2-0. Об этом мы расскажем позже, а пока к другим темам. Сегодня на всю ночь в Красноярске будет перекрыто движение по улице 78-й добровольческой бригады. Это связано со строительством надземного пешеходного перехода в районе Ледового дворца Арена Север. Уже этой ночью строители установят балкон от проезжей частью. Работы специально запланировали в выходной день, когда движение не такое интенсивное, чтобы не создавать пробки. И подробнее о самом перекрытии. С 9 вечера сегодня и до 7 утра воскресенья полностью закроют для движения транспорта участок от улицы Алексеева до улицы 9 мая. Объехать участок можно будет по параллельным улицам. Напомним, на прошлых выходных аналогичные работы проводили на улице 9 мая. И они не вызвали никаких затруднений. И продолжая дорожную тему, до конца работ на Волочаевской развязке осталось 6 дней. По словам подрядчика, объект сдадут 30 ноября. На сегодняшний день полностью готово само дорожное полотно. Также сибиряк заканчивает установку ограждений и необходимых знаков. Кроме того, сейчас бригада занимается отделкой подземных переходов и лифтовых шахт. Каждый вид работ принимается поэтапно, поэтому к концу месяца, говорит подрядчик, объект будет передан властям. И уже они решат, когда горожане поедут по новой развязке. Мы заканчиваем отделку подземных переходов. Мы заканчиваем наружную отделку лифтовых шахт, которые в каждом переходе у нас в лифте стоят. Лифты уже даны в эксплуатацию. Свет у нас включен, переключено полностью все на город. Так что мы готовы. Улицы начали щедро посыпать реагентом, а он разъедает обувь, и машины жалуются красноярцы. Бионорт, так называется, противогололедный материал, оседает на автомобилях и разъедает металл. В социальных сетях многие собаководы уверяют, что после прогулок по отсыпанным дорожкам находят ожоги на лапах питомцев. А все из-за того, говорят общественники, что работают с материалом неправильно. По технологии Бионорт должен наносить на очищенную снегоповерхность, то есть на чистый лед. В течение трех часов Бионорт должен сработать, и уже вот эту же кашицу должно убрать. На сегодняшний момент у нас наносит данный материал как на снег, так и на простой лед. Впоследствии его просто не убирают в своей же части. Однако в мэрии утверждают, что технологию полностью соблюдают на 95 магистралях, которые рабочие убирают в первую очередь. Бионорт использует регулярно и тут же его счищают. Обвинения в токсичности в пресс-службе Департамента городского хозяйства отвергают. Якобы вещество совершенно безвредно, и это подтверждают исследования. Аферисты в сети. В новости ТВК обратилась жертва красноярских интернет-мошенников. Говорит, заказала вещи через Инстаграм почти на 50 тысяч рублей. Посылка не пришла, в магазине отвечать на сообщения перестали. Девушка написала заявление в прокуратуру. И только после этого деньги вернули. Но судя по информации в социальных сетях, об этих мошенниках говорят уже давно. Они постоянно создают новые страницы, накручивают подписчиков, а жалобы в комментариях удаляют. Юристы советуют вообще не заказывать товары через социальные сети. Ну а если есть необходимость, не терять бдительность. Не нужно очень долго ждать, если вы поняли, или вам показалось, что это мошеннические действия. То есть не нужно там сидеть 2-3 недели, месяц, год. То есть чем быстрее вы обратитесь, тем быстрее будет результат. Для того, чтобы пока они вообще не съехали, не перерегистрировались, не свинили какие-то адреса. Возможно было по адресам, по электронному регистрации, по каким-то контактным данным вычислить. Мошенничество, уголовная статья. Если преступления совершаются многократно, наказанием может стать лишение свободы на срок до 10 лет. Обманутые дольщики реставрации собираются на митинг. Накануне организаторы получили разрешение от мэрии. Акция протеста состоится 2 декабря в сквере космонавтов. Начало в 12 часов. В администрации пояснили, предварительное соглашение действительно заключено, но официальный документ будет подписан только на следующей неделе. Напомню, компания «Реставрация» попросила признать себя банкротом. Более полутора тысяч человек остались без квартир. На директора фирмы заведено уголовное дело. Через три минуты покажем, как прошло открытие самого большого катка в Красноярске. А через пять минут расскажем о коммунальной проблеме жителей улицы Тамбовская. Это новости ТВК, и мы продолжаем. В Приморье определили кандидатов в губернаторы. В список вошли пять человек, в их числе и временный глава региона Олег Кожемяка. Самовыдвиженцы Андрея Ищенко до выборов не допустили. Причина — 11 из 147 предоставленных им подписей депутатов оказались недействительными. Напомню, Ищенко баллотировался в губернатора от КПРФ в сентябре. Тогда он лидировал, пока в последний момент единороз Тарасенко не опередил его на полтора процента. Результаты признали фальсифицированными и назначили новое голосование. Оно состоится 16 декабря. И к другим темам. Музыка, призы, танцы, юлайки. Сегодня на острове Татышев состоялось праздничное открытие самого большого катка в городе. На лед вышла и наша съемочная группа. Красавчики! Спортивная суббота сегодня у нас в Красноярске. С музыкой и розыгрышами призов. Так стартовал зимний сезон на острове Татышев. Самый большой каток в городе площадью более 17 тысяч квадратных метров впервые встретил красноярцев. Для многих катание на коньках — традиция с детства. В наши советские времена у нас такой спорт и был везде во дворах — это коньки. Конечно, это все с детства. Сейчас просто они уже маленькие, а с другим, наверное, круг идет такой уже более современный. Ну и вообще это замечательно, что в нашем городе очень много площадок стало. Но особенно много на катке детей. Девчонки и мальчишки от двух лет и старше кто-то впервые встал на коньки, а кто-то пришел, чтобы лишний раз потренироваться перед игрой в хоккей. Я люблю бросать шайбы, кататься, делать всякие крутые упражнения и бросать повороты. Сколько в этом году каталось раз? Один раз. Вот сегодня первый раз пришла? Да. Ну что тебе тут нравится? Нравится кататься, коньки нравятся. Эта зима обещает быть теплой, поэтому дирекция острова постаралась сделать особо прочный плотный лед, который не тает даже в плюс пять. И в этом помогает секретный ингредиент. Применение синтетического стирального порошка улучшает качество льда и катучесть его увеличивает. То есть есть много нюансов по поводу заливки и готовки льда. Мы их все знаем, используем. Наша задача была уплотнить, нарастить большую подушку ледяную, чтобы при оттепе или при плюсовых температурах мы могли вот с качественным льдом дождаться гостей университета, гостей Красноярска. Каток работает с 11 утра и до 11 вечера ежедневно. Входной билет стоит 80 рублей для детей до 7 лет. Вход на лед бесплатный. Прокат коньков 110 рублей в час. Здесь также есть место, где можно перевести дух, присесть и выпить чай. А если вы не умеете кататься, то вас научат. На катке работают инструкторы 4 раза в неделю. Подробнее можно узнать на официальном сайте острова. Екатерина Широкова, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. Волны грязи и отходов жителей дома на улице Тамбовская буквально топят нечистотами. В квартирах первых этажей сантехника заполнена канализационной водой. Сливы приходится затыкать кирпичами, а воду вычерпывать и выносить на улицу. И так уже третий день, а помочь жителям некому. В управляющей компании «Новый вектор». Говорят, дом они не обслуживают, однако квитанции присылают, и жители их исправно оплачивают. Администрация Ленинского района, управляющая компания «Новый вектор». Но они говорят, что они к нам отношения никакого не имеют, что они отказались от нашего дома. В 2.05 обращались, но так как у нас нет управляющей компании, они на этом основании не выезжают. Вот. Заходим в туалет, у нас вода на полу, в туалете поднимается, в ванной поднимается. У многих еще, получается, идет как слив в полу. И вот у них это все, представляете, с пола идет. С нечистотами в дом пришли тараканы и крыса. Жители, говорят, устали просить помощи и уже сами начали собирать деньги на ремонт канализации. Сегодня в Красноярске стартуют одни из самых масштабных учений энергетиков. Более 800 человек и почти 300 единиц техники из Москвы, Томска и Тюмени. Цель специалистов – привести к нормативу всей энергосети города перед проведением универсиады. Подробности далее в сюжете. Объявляются открытыми. Построение и практически военная дисциплина – это необходимые правила для тех, кто обеспечивает электроэнергией важнейшие объекты страны. С сегодняшнего дня и до конца года почти тысяча специалистов из состава компании «Россети» проведут массовые учения. Это своеобразная ревизия подключений и соединений по всему Красноярску. И если потребуется, внесут последние штрихи в ремонтную компанию. Сегодня вот в этих учениях, а здесь задействовано более 800 квалифицированных людей, 25% – это красноярцы. Все остальные, те, кто откликнулись на это решение, на этот призыв, и москвичи, и томичи, и теменцы, и работают сегодня на Красноярске. Основной повод – проведение зимней универсиады в марте 2019 года. Когда в город съедутся гости со всего мира, подвезти нельзя. Энергетикам за два месяца придется провести работу, на которую в штатном режиме отводится не один год. Полностью заменить 28 участков кабельной линии и отремонтировать еще 48. Но самое главное сегодня, кульминация всего – это универсиады, которые пройдут после Нового года. И гарантия того, что сбоев по энергоснабжению у нас не будет или не должно быть. Горожан предупреждают о плановых отключениях света в некоторых районах. Однако таких будет немного. По словам энергетиков, готовность сетей Красноярска уже сейчас составляет 95%. Эти учения позволят результат зафиксировать, а на будущее – привести энергосистему города к лучшим показателям, снизить на треть аварийность и привести все коммуникации к состоянию норматива. Все, что дополнительно будет выявляться в части обследования сетей по ходу учений, будет тут же незамедлительно устраняться. Сеть должна быть сдана по результатам учения и отработки практических навыков без аварийных, критически значимых замечаний. Производственное задание вручается ПАО МРСК Сибири. Задание получает генеральный директор компании Виталий Валерьевич Иванов. Все дочерние подразделения задания получили. С этого дня команда отправится работать, что называется, в полях. Все эти люди встретятся вместе, уже завершив работу 22 декабря, в свой профессиональный праздник – День энергетика. Сергей Григорьев, Александр Тропин. Новости ТВК. Полеты на метле и зельеваренье. В художественной школе имени Поздеева проходит ночь в стиле Гарри Поттера и фантастических тварей. Через 2,5 минуты смотрите прямое включение нашего корреспондента. А через 5 минут очередная серия проекта Натальи Кичиной «Кинохроники Красноярья». Вы смотрите новости ТВК. Мы работаем в прямом эфире «Полеты на метле и зельеваренье». В художественной школе имени Поздеева проходит ночь в стиле Гарри Поттера и фантастических тварей. Сейчас на месте находится моя коллега Екатерина Широкова. Она на прямой связи со студией. Катя, какие магические приемы уже удалось освоить? Ну, мы уже сварили зелье, точнее начали его варить. Со мной вот преподаватель этого предмета зельеваренья. Зельеваренье, правильно, да? Маргарита. Расскажите, что мы готовим, для кого и для чего, и из чего? У нас здесь есть небольшая легенда. У нас есть заколдованные драконы, на которых наложили заклятие невидимости. И вот мы здесь готовим различные мази, чтобы вернуть драконам цвет и вообще видимость. Между прочим, у нас есть рецепт. Рецепт непростой, необычный. Здесь несколько рецептов. Да, несколько рецептов. Ингредиенты, чтобы вы понимали. Кучи, солнце, корень мандрагоры в порошке. Корень мандрагоры в порошке, это у нас... Вот такой вот он, беленький. Да. Еще есть у нас лунный свет. Даже перо феникса есть. В нескольких вариациях. И болотная трава, эссенция. То есть мы заранее собирали перья феникса, потом мы из них вот, собственно, выжимали эту эссенцию. Ну, не все так просто. Потом вот с готовым зельем, с мазью мы подходим к дракону и начинаем его лечить, возвращать ему цвет и видимость вообще. Кроме этого, мы, конечно же, уже познакомились с некоторыми фантастическими созданиями, с птицами. Здесь, рядом, за соседним столом, ребята проходили курс трансформации. То есть превращали обычных людей в магические существа при помощи разных масок. И еще за соседним столом можно было оживить маленьких пластилиновых существ, заставить их двигаться и даже создать какую-то историю вместе с ними. Ну, а сейчас уже ребята готовятся и получают призы за все дисциплины, которые они сегодня выучили у меня. Все, Лиза. Спасибо, Катя. Это была моя коллега Екатерина Широкова. Рассказала про ночь в стиле Гарри Поттера. День белого медведя в ровом ручье. Косолапым сегодня устроили праздник. А красноярцев пригласили посмотреть шоу заодно и увидеть нового медвежонка Урсулу. Ее привезли к нам из Диксона в октябре. Урсуле пока лакомство не положено, а вот Феликса и Аврору угостили замороженными тортами из рыбы и фруктов. Поздравить медведей приехали и красноярские моржи. Они устроили представление, обливались водой и прыгали в снег. Говорят, минус 11, это совсем тепло. В 13 лет я этим занимаюсь, но холода такого, как правило, не чувствуется. Ну, а погода-то хорошая вообще. Сегодня тепло. Мы были два года назад, вот здесь было где-то около 30 градусов, тоже отмечали день медведя. Вот тогда интересно было. Мишек поздравить, и сегодня день моржа. Решили вот так отметить. Погода хорошая, настроение хорошее. Поздравляю всех моржей с праздником. Как всегда по субботам, проект Натальи Кечиной кинохроники «Красноярье». В 1985 году, после подписания Михаилом Горбачевым сухого закона, в СМИ началась целая кампания против пьянства. А в 1988 году вышел фильм, где красноярский писатель Анатолий Буйлов рассуждал о том, чем вреден алкоголь. Я за сухой закон. И сейчас, все-таки я подчеркиваю, нужно, чтобы одолеть какую-то беду, нужно наваливаться всем миром. А чтобы всем миром навалиться, вот на это, нужно все-таки всему миру показать правду. Показать настоящую правду. Ленин говорил, даже врагам правду. Правду комментирует писатель Анатолий Буйлов в недавнем прошлом о ленивоте Тиграло. А в кадре реалий тех лет. Просто чудовищные очереди с давками и мордобитием за алкоголем. Количество магазинов, торгующих зеленым змеем, тогда существенно сократилось. Работали они только с двух часов. Давали по две бутылки на руки. Но и это, и даже неоднократное поднятие цен, казалось, только подогревало ажиотаж. Тут же море слез просто. Тут же каждый год на нас... Вот я беру, на нас просто обрушится бомба. Бомба. Хиросима у нас. Каждый год у нас Хиросима гибнет. Вот аргументы и факты газеты. Пожалуйста. Число умерших от причин, непосредственно связанных с алкоголизмом. Вот. Тысячек человек. В 1984 году 47 тысяч человек. Исключительно причиной употребления алкоголя авторы фильма объясняли врождение детей с теми элеменными физическими, либо умственными патологиями. Значит, каждый пятый ребенок дебил. Каждый пятый. То есть тут стоит вопрос о сохранении нации. Таких интернатов в 50-х годах в Красноярском крае было два. Сегодня их уже девять. А завтра... С началом перестройки стали активно показывать отнюдь нелакированную действительность, дно жизни. И тюрьмы, и существовавшие тогда медицинские вытрезвители, куда доставляли перепивших граждан. Выводы. Во всем этом виновата водка. Ну а если глубже, то враги извне. Я пришел к мысли, что кому-то очень выгодно спаивать нас. Ведь существует более 400 институтов, которые внимательно наблюдают за всеми процессами, которые у нас происходят. Более 160 институтов существует в США, которые очень внимательно приглядываются. Все наши болевые точки замечают и вовремя убьют. Почему ударили у нас первым? По семье. По семье ударили. Ударили водкой. Последствия сухого закона многие помнят. Может, пить стали меньше, но и без того, не бог весть, какая экономика страны понесла невероятные потери. Было вырублено 30% виноградников. На полях России, Молдавии, Грузии, Украины уничтожены уникальные сорта винограда. Фальсифицированный алкоголь, спекуляция – это тоже следствие. Вряд ли стало меньше детей, рожденных с патологиями и заключенных. Анатолию Булову сейчас 71, он переехал в Тайшет. У него шесть детей от разных браков, младшему 12. И он по-прежнему крайне негативно относится к любому алкоголю. Я, значит, выставил семь бутылок марочного вина, бутылка водки, бутылка бальзама казахского, бутылка коньяк. Вылил и говорю Андрею, сынок, говорю, вот теперь я тебе клянусь, я сам не выпью ни капли, нигде и никогда, и никому не подам. Пока мы смотрели киножурнал, только один конвейер одного завода выпустил 600 бутылок водки. Наталья Китчина, новости ТВК. Проект создан при поддержке Енисей Кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова